Друзья, всем привет! Сегодня 22 марта 2018 года и я действительно считаю, что данный обзор будет уникальным. Смотрите, у нас сегодня речь пойдет про новую Honda CR-V 2017 года выпуска. Так как в большинстве своем акционеры канала, именно так я называю всех тех, кто подписывается, меня поддержат, я вам честно рассказываю происхождение данного автомобиля. Смотрите, ко мне обратился официальный представитель Honda России и говорит, возьми у нас автомобиль на месяц, покатайся и сделай действительно детальный объективный обзор на автомобиль. Прочувствуй его, поедай с семьей, покатайся с друзьями, чтобы тебе было что рассказать. Само представительство Honda передо мной никаких задач не ставило, не было такого, что мне прислали текст, заготовленный речью. Нет, я про все буду рассказывать объективно. Машина у меня на месяц. Вот сегодня мы сделаем краткий видеообзор, расскажем, что она из себя представляет. После чего вы можете высказать ваше мнение в комментариях. Обсудив эти комментарии, если там наберутся какие-то действительно острые и горячие темы, у меня будет уникальная возможность все это адресовать непосредственно в Хонду, чтобы послушать их мнение по всем этим нашим вопросам. Более мы не размазываем кашу по тарелке, а переходим сразу к делу. Поехали. Первое поколение Хонды Серви было представлено еще в 1995 году на тайкийском автосалоне. Тогда автомобиль представили в классе кроссоверов, хотя это слово тогда еще широко не употреблялось. И вот сегодня у нас кроссовер пятого поколения, базовая цена которого в России стартует с отметки 1 миллион 860 тысяч рублей. И многие сейчас скажут 1 миллион 860 тысяч за базовую версию. Да, но она идет уже сразу с полным приводом, эта комплектация, и собирается она не в России. Автомобили собирают в США. Вообще Хонда развернула свое производство в пяти странах мира. Так вот это важно понимать, ведь если бы автомобиль собирали в России, и он был бы с передним приводом, и он бы шел бы не на вариаторе, а на механической коробке передач, то базовая версия автомобиля была бы в районе 1 миллион 500 тысяч рублей, что в принципе плюс-минус как у конкурентов. Средняя версия с двигателем 2 литра стоит 2 миллиона 60 тысяч рублей, топовая версия 2 миллиона 200 тысяч рублей. Далее у нас идет двигатель 2.4, стартует он с отметки 2 миллиона 190 тысяч, далее идет 2 миллиона 300 тысяч, и топовая версия, как в нашем случае, 2 миллиона 470 тысяч рублей. Подчеркиваю, все цены я называю прайсовые, без учета того, что вы можете в принципе на автомобиль получить скидку. И вот давайте разбираться, что мы получаем за 2 миллиона 470 тысяч рублей. Ну в первую очередь внешний вид. Как обычно здесь все на вкус и цвет, тем не менее автомобиль действительно выглядит очень даже интересно. Вот я катаюсь на нем по городу, многие люди обращают на него внимание, многие подходят, спрашивают, вот я встречаюсь с друзьями, с коллегами, даю им присесть в автомобиль. Все отмечают то, что дизайн на самом деле привлекательный. Здесь я своих выводов делать не буду, как обычно, на вкус и цвет повторюсь. Тем не менее морда у автомобиля смотрится действительно интересно. На фотографиях, вот если под определенными ракурсами его сфотографировать, он будет еще интереснее. Если посмотреть на автомобиль сбоку, вот переднюю часть морды, чем-то мне это даже напоминает немного рейндж-ровер. Я, конечно, могу ошибаться, но это мое субъективное мнение. Обратите внимание, схожести немножко есть. Подходим ближе. Оптика у нас идет диодная, ближний и дальний. Сразу здесь нюанс. Если включить непосредственно только ближний свет фары, отключить противотуманки, то перед машиной примерно метр-полтора образуется такое темное пятно. Но вот если включить противотуманки, которые у нас тоже диодные, сразу получается такая полноценная картина. То есть фары и туманки действительно взаимодействуют между собой. Вот обратите внимание сюда. У нас здесь стоит два диодика, которые наклонены, получается, в угол. Если вы включаете поворотник, либо рулем поворачиваете сильно влево-вправо, заходите в поворот, и действительно освещается полностью вот эта часть, то есть обочина. Клиренс у автомобиля 208 миллиметров. Передний и задний бампер, естественно, повыше. Про внедорожные качества мы поговорим отдельно. Ранее на Хонде был клиренс 160 миллиметров, и многие на это жаловались. Сейчас, естественно, проблема исправлена. Передняя часть вместе с решеткой радиаторов смотрится достойно, стоит здоровый значок Хонда. В остальном же, да, все вроде бы гармонично смотрит. В любом случае, пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу внешнего вида автомобиля. Обратите внимание, что у автомобилей нет омывателей фар. Для одних это минус, мол, как так, как я буду ездить ночью. Другие же говорят, что он здесь нафиг не нужен. Но, покупая автомобиль с омывателями, сами их отключают. Давайте откроем капот и посмотрим, что нас встретит там. Ведь там есть что обсудить. А встречает нас здесь два двигателя. Первый идет двухлитровый, 150 сил, 189 крутящего момента. Работает он в паре с вариатором. Разгон заявленный до первой сотни 11,9 секунд. Второй двигатель, как в нашем случае, 2,4. 184 лошадиные силы, 244 крутящего момента. Разгон до первой сотни заявленный 10,2 секунды. Работает также в паре с вариатором. И первое, с чего мы начнем, это с вариатора. Вот данный автомобиль был на тест-драйве у Антона Воротникова. Именно эта машина с этими же номерами. Почитал комментарии. И что я там увидел? Все повально орут. Вариатор, вариатор, хонда, дураки. Зачем вы поставили сюда вариатор? Вот здесь у меня наконец-таки есть блеснуть, искать то, что ребята. С 2010 по 2013 год я отъездил 150 тысяч на вариаторе на Nissan X-Trail. Потом я пересел на Nissan Murano и на нем отъездил уже почти 150 тысяч километров. И что такое вариатор и в каких ситуациях он может сломаться, я немного знаю. Так вот, у Хонды виброкомфорт и надежность улучшены в результате модификации гидротрансформатора и механизма его блокировки. Две пружины демпфера механизма гидротрансформатора оптимизированы под передачу большего крутящего момента. Вот в данной коробке нет никаких трущихся частей. Это очень важно. Почему об этом молчат, я не понимаю. Вот об этом нужно делать уклон, что здесь просто-напросто нечему сгорать. Как это обычно происходит на привычных вариаторах. Вот в результате всего этого Хонда сделала вариатор, который обладает всеми преимуществами автомата. И в тот же момент обладает преимуществами именно беступенчатого вариатора. Вот в чем плюс этой коробки? То, что она первая, более экономичная, она имеет плавный разгон. Вот смотрите, здесь важно. Некоторые говорят, вот вариатор фигово, сел, нажал в пол, он орет по обороту, поднимает там до 6, практически до 7 тысяч. Двигатель орет, все орет, ничего не происходит. Вот поймите правильно, это семейный автомобиль в первую очередь. Вы почитайте сами, как компания его позиционирует. Она не позиционирует его как гонку, она не позиционирует как автомобиль для того, чтобы ты мог на трассе влево-вправо уходить. Эта машина в первую очередь сделана для комфортной езды. Вот на Nissan Tiana с двигателем 3.5 ставили вариатор. Вот зачем он там нужен? Ведь с одной стороны, они пытались позиционировать машину, как вот машина для какого-то там дяденьки, для бизнесмена. Они пытались конкурировать с Camry. Но Camry на 3.5 ставил автомат, и все с удовольствием пуляли на них, и пуляют сейчас. Вот я обратился к людям, кто занимается непосредственно ремонтом вариаторов. Они отмечают такую вещь, что приезжают, бывают машины, у которых 390 тысяч пробег. И вот сломался вариатор по причине того, что никогда там не меняли масло. Ведь многие думают, а нафиг это надо? Но в тот же момент вариатор может сломаться там на 60, на 80 тысяч, но другие. Здесь все это доработано. То есть Honda в этом плане посмотрела на их косяки и сделала так, как нужно. Поэтому за него переживать здесь вообще не стоит. Вот многие из вас там писали комментарии от того же самого Воротникова, что вариатор, фиговая коробка и все. То есть объективно сказать, что в ней плохого, может не каждый. И вот Honda почему-то, я не знаю, они тратятся на журналистов, они тратятся на рекламу, где-то в интернете. Вот про это нужно людям рассказать, сказать, ребята, смотрите, бояться-то здесь нечего. В любом случае, эта тема горячая, поэтому обязательно пишите ваши комментарии, если вам есть что сказать, ее мы обязательно обсудим. Проверенный годами двигатель. Вот если вы зайдете сейчас в интернет и забьете, например, отзывы за Honda CR-V, за последние 5-7 лет, вот в подкапотном пространстве, чтобы кто-то на него пожаловался, таких нареканий ноль. Двигатель питается 92-м бензином. Когда я забирал автомобиль, я спрашивал, ну что, заправлять реально 92-м? Они говорят, только 92-м. Я езжу на нем и могу сказать вам, что средний расход реально у этого двигателя, вот город, по снегу, я газку даю, тестирую автомобиль, катаюсь на нем, как хочу. Так вот расход у него средний примерно 10 литров. Вот в глухой пробке по Москве я видел то, что компьютер показывал порядка 12 литров. Ну я действительно километр проехал, наверное, минут за 18. Вот. Если выйти на трассу в смешанном цикле, вот так вот при легкой езде, я думаю, будет в районе 8-9 литров. Идет очень крутая система управления газораспределением в двигателе iFTEC. Что представляет из себя система газораспределения, я думаю, многие из вас знают. В принципе, можно было бы это все пересказать, но специально для вас я оставлю одну хорошую статью, сам нашел ее в интернете. Прямо все детально расписано, показано. Мы это делаем только для того, чтобы не тратить ваше время. Кому это действительно интересно, можете прочитать, ссылку оставлю в описании. Я действительно пытался найти минусы в подкапотном пространстве, чтобы кто-то на что-то жаловался, нарвался на плохой автомобиль. Единственное, что я нахожу сейчас, человек купил Honda Service в 17-м году. Зимой заводят его, холодно на улице, вылетает чек. Машина при этом все завелась, поехала, он съездил. Стало теплее, чек пропал. Приезжает к дилеру, говорит, ребята, несколько тысяч километров назад я заводил автомобиль, была такая-то проблема. Они его послушали, говорят, ну что-то там пошли, поменяли ему релюшку. Какую, он об этом не пишет. Ездил дальше, все. Вот если это можно отнести к минусам, хотя по сути здесь что-то случилось, что там случилось, непонятно. А в остальном здесь говорить-то больше нечем. То, что стоит палка, ну стандартная проблема для японцев. Что я могу отмечить? То, что действительно очень шумный мотор. Вот здесь не хватает прям дополнительной хорошей для него шумочки. Потому что, когда передвигаешься по городу, в штатном режиме все идеально работает. Ну стандартно, ровно. Если дать газу, прям вот нажать педаль в пол, он действительно начинает орать. Больше здесь сказать пока что нечего. Ждем ваших комментариев. Ну, а мы по стандарту. Идем потихонечку дальше. Передняя подвеска у нас типа Макферсон, задняя, независимая, многорычажная. Колеса у нас тут 18, резина стоит зимняя, не ошипованная. Вот о чем я здесь хочу поговорить более детально. Это о бездорожье. Вот это одна из тех тем, которые также обсуждают в комментариях. Если вы сядете в автомобиль, вы не найдете там никаких кнопок, которые будут там включать блокировки. И они здесь нафиг не нужны. Система полного привода действительно умная. Она сама из-за вас решит, куда кидать крутящий момент. Вот ты проснулся утром, вот обрати внимание какая погода. Мы сейчас находимся по сути в деревне. Вот я утром проснулся в этой деревне, сел в автомобиль и спокойно выехал на нем. Я катаюсь сейчас, сейчас везде каша, разбитые дороги, вот этот снег тает. Езжу. Заезжал вот в поле, похоже, просто потестировать, посмотреть как работает полный привод. Он действительно сам за тебя все принимает решение. Когда ты едешь потихонечку, эффект такой происходит. Знаешь, что если сесть на крузак, например, на Prado тот же самый, и включить там блокировку, когда ты вот, например, можешь ехать по снегу. Он вот так вот, знаешь, потихонечку рывками идет. Здесь похожая ситуация начинается. Посмотреть тесты, например, как вот люди загоняют его в грязь. В пределах разумного машина справляется на ура. Она не справляется только в тех ситуациях, когда начинает уже, знаешь, что действительно душить. Купив этот автомобиль, я думаю, вряд ли ты сам поедешь на нем в поле, начнешь что-то делать, там, экспериментировать, тестировать с ним. Вот за компом посидеть, посмотреть, милое дело. А самому свою ласточку гандошивать, я думаю, согласится не каждый. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы нашли заброшенную парковку. Здесь на самом деле снега примерно 30, ну, может быть, 40 сантиметров. Естественно, мы едем, мы его укатываем. Вот такая у нас колея получилась. Снега здесь достаточно. Ну, смотрите, вот я наступаю. Если придавить туда, то снега у нас, ну, вот. Для машины и для города это действительно ситуация такая, знаешь, серия нонсенс. Это когда выпало очень много снега, ты выехал, катаешься, город не успевает его чистить. В жизни вот в такие легкие дебри я бы никогда не поехал, даже находясь в городе. Но так как мы делаем тест-драйв, и предположим, что ты живешь где-то в деревне, либо уже у тебя есть дача в деревне, домик небольшой, ты выехал из города, и тебе нужно проехать по такому же снегу, машина справляется. Можно ли перегреть муфту? Ну, конечно, можно, если заехать в поле, газовать. А на каком автомобиле это нельзя сделать? Если ты хочешь действительно покорять бездорожье, то идеальный вариант купить себе трехдверную Ниву. Помните про Ниву? Лайк за нее. А для повседневных нужд, ты катаешься на нем, вот я на нем передвигаюсь, сейчас каша, слякоть, я его не чувствую. То есть я газку даю, у меня ни разу машина не пробуксовывала. Когда я специально это делал, да, срабатывает система стабилизации, но опять же, пишите ваши комментарии для объективности, если кто-то считает иначе, давайте это обсудим. Габариты автомобиля вы сейчас видите на экране. Дверь открывается 90 градусов, и все делают на это уклон. Но некоторые говорят, это не совсем удобно на парковке. Когда на парковке неудобно, ты подъезжаешь и вот так вот отсюда аккуратненько высовываешься, и все, это нормальное явление. Вы что хотите, чтобы на парковку приехала, постоянно была возможность 90 градусов открыть? Вот смотрите сами, сколько места. Сейчас сидение настроено под меня. У меня рост 182 сантиметра плюс подошва. Вот присаживаюсь сам за собой. Отряхиваю ботиночки, если это получится. Оп, сажусь. Вот я могу просто свалиться вниз вот так, да, и все равно, ну, комфортно. Но если сесть по-нормальному, как люди сидят, вот, это действительно очень много. Вот у меня друг ездит на CX-5. В дальнейшем, я думаю, мы выкатаемся на машине, к нему доедем, сравним, поставим их прям два рядом. И посмотрите, сколько места там и сколько места здесь. Там прям садишься вообще очень плотненько. Здесь же достойно, нормально сделано. Вот что касаемо отделки. Вот обратите внимание на заднюю дверь. Здесь есть подогрев, стеклоподъемник и деревянная вставочка под пластик. Здесь она смотрится еще более-менее ничего. Но когда мы сядем вперед, там это вообще прям такое ощущение, как вот зачем сделали, непонятно. Но не суть. Сказать, что задний диван прям очень удобный или он неудобный, я не могу, скажем так, нейтрально. Плюс-минус, как везде. Но что здесь ощущается? Что здесь действительно очень много места для семьи. А именно, вот сюда можно поставить детское кресло. Рядом садится мама, а спереди сидишь ты и, допустим, там твой старший сын или дочь. Места здесь реально дофига. Пойдемте потихонечку назад. Закрываем машину и давайте оценим внешний вид автомобиля сзади. Массивные диодные фонари. Вот под разными углами я смотрю, ну знаешь, что-то мне они напоминают. То ли Volvo, то ли Toyota немного, но есть какие-то отголоски. Автомобиль, что сзади мы имеем? Камера задняя торчит, постоянно пачкается. Что круто сделано. Вот если смотреть на автомобиль, в принципе, не видно трубу. Вот если присесть, вот патрубок в выхлопную систему, то его видно. И он такой без насадки, знаешь, он какой-то весь ржавый. Вот можно было бы его либо чуть покороче сделать, либо же какую-то насадку. Но это вот из мелочей по придирке. Дворник есть, полный привод, шильдик есть. Открываем багажник. Плюс багажника в том, что он действительно очень высоко поднимается. И он настраивается. То есть вы можете сделать там любой размер. Хотите здесь, ну задерживайте кнопку, и он здесь будет стоять у вас. Все. Такая же фишка есть на Kia Sorento Prime. Надо отметить, потому что тот раз, когда мы снимали, я сказал, что это вроде как косяк. Хотя было настроено так, что там пониже. Вот сейчас обратите внимание, у нас идет полностью ровный пол. Это очень круто, потому что можно в автомобиль отправиться куда-то в путешествие, и хочешь переночевать, пожалуйста. В тот же момент его можно сделать со ступенькой, положить сюда ящички. Что у нас здесь есть? Докаточка. Все сделано вот этим материалом шумовым, чтобы не шло никакого гула отсюда. Все. Больше здесь, по сути, ничего нету, и смотреть здесь нечего. Сиденье, понятное дело, можно сложить. Сейчас я вам на экране покажу, как это выглядит. Но с другой стороны, ничего удивительного здесь нету. И вот рассказывая про автомобиль, можно сказать, что вроде бы все сделано добротно и интересно. Понимаю прекрасно, что кому-то внешний вид автомобиля может не понравиться, кому-то вообще марка Хонда может не нравиться. Давайте присядем в интерьер автомобиля и посмотрим, что нас встретят там, ведь там есть к чему докопаться. А интерьер автомобиля довольно-таки противоречив. Но вот выскажите ваше мнение. Вот зачем здесь сделаны эти деревянные вставки? Ну как, пластик под дерево. Обычно он позиционируется в более дорогих автомобилях, позиционируется с премиум. Здесь машина, ну знаешь, вот Берседес мы снимали, я говорил, что в него хочется садиться в белой рубашечке. Здесь я сижу в своей куртке пуховой и чувствую себя очень комфортно. Сейчас автомобиль заглушен, запускаем двигатель. Мы поговорим отдельно сейчас про мультимедиа. Пока он прогревается и включается, смотрите, вот Хонда, да, ключик, можно самому запустить двигатель дистанционно. Это стандартная фишка, очень круто сделано. Нажимаешь один раз закрыть, придерживаешь кнопку, он у тебя запускается. Вот мы сейчас находимся в городе Кашира, здесь у меня небольшой домик у родителей. Выхожу утром к балкончику, нажимаю, машина заводится, все, сажусь, машина действительно теплая. Вот, брелочек мой, всем рассказывал, никто их покупать не хочет. По сути, вот они дали бумажку какую-то, а здесь сделано с номером. Согласитесь, намного достойнее выглядишь. Не об этом речь. Вот, смотрите, давайте присядем вместе и обсудим салон. Давайте пойдем слева направо, сейчас все кратенько расскажу. Что значит у нас имеет дверь? Как обычно, стеклоподъемники, память сидений, она настраивается в 8 положениях, как у водителя, такого пассажира. У пассажира вроде бы в 4. Что есть из мелочей по двери? Вот покажи поближе чуть-чуть. Вот обратил внимание, тушка передвигаясь, так вот, для нога стоит. Вот если нажимать чуть ногой, она ходит. Ничего не громыхает, но она ходит. Здесь у нас стандартный набор функций для автомобиля. Ничего нового и интересного нет. Вот смотрите на приборную панель. Приборная панель у нас идет электронная. Тут, казалось бы, ничего такого особенного нет. Но достойно и приятно сделано. То есть подсветка белая, она не напрягает. Вы на ней можете смотреть различные функции и фишки автомобиля. Ну, к примеру, расход топлива, это все стандартно. Что мне больше всего понравилось, это вот эта фишка. Что вы можете смотреть, как работает полный привод. То есть, как происходит крутящий момент. По сути, когда ты едешь ровно, машина больше переднеприводная. Не больше даже, она постоянно переднеприводная. Даешь газку, появляются легкие пробусовки, подключается задний привод. Стоит здоровое стекло, это проекция. Действительно прям большое, бросается в глаза. Но поедет в день, два, три, к ней привыкаешь. Далее у нас идет мультимедийный дисплей. Он у нас на андроиде, поддержит Apple CarPlay. Все те, кто ездит на Toyota, скажут, ну блин, нормальный дисплей. Потому что я сажался несколько человек и говорят, ну блин, прикольно сделан. Мне же вот посмотреть на него, знаешь, он реально старенький. Вот если сравнить его с Ваггрупп, у Volkswagen, конечно, уже все там вперед ушло. Более четко детализация. Ну и не только у Volkswagen, подчеркиваю, Ваггрупп. Здесь же видно, что напрашивается какое-то обновление. Но с другой стороны, я езжу, передвигаюсь, музыка играет, поет, навигацию показывает. Все самое необходимое есть. Ниже у нас идет система климатовым управлением. Раздельно он для водителя, для пассажира. Подогревы есть. Электронный стояночный тормоз. И есть система Break Hold. Ну, прикольная вещь, все вы про нее знаете. Есть режим эконом. Все, по сути, здесь больше сказать нечего. Возможности коробки. D режим и S. В S режиме она как бы имитирует работу автомата. Почувствуйте это. Вот я катался, ну, я особо ничего не почувствовал. Что здесь могу сказать? Фигово то, что эти кнопочки не подсвечиваются. Потому что пару раз я включал нейтраль, пару раз я включал случайно S вместо режима D. Мелочь, но вот заметка такая есть. Опускаемся ниже. Вот здесь самый основной недочет, на мой взгляд. Тут пластик такой, знаешь, из серии то, что неубиваемый. Тут можно все бросать. Он что-то вроде царапается, да и пофигу. Хотелось бы сделать какую-то такую штучку приятную, закрывающуюся. Открыл, закрыл. Было бы прикольно. Но, с другой стороны, нет ее. Бардачок очень большой. То есть, если его полностью открыть, все здесь убрать, здесь реально места дофига. Опять же, для чего это сделано? Салфетки всякие, памперсы, фиггамперсы, что угодно сюда можно набросать. Вот мне, например, как человеку, которому 28 лет, кажется, что здесь немного, ну, зачем столько места? Но, с другой стороны, будут дети, я думаю, поймут. Перчаточный ящик небольшой, но он есть. В любом случае, как везде интерьерно-любителя, вот если покататься, знаешь, вот я, например, езжу на автомобиле, ну, повседневную жизнь, нормальное дело. Вот и сели, ты вышел с работы, сел, жену свою забрал, поехали, мелкого из детского сада забрали, потом заехали за старшим, он какой-нибудь английский пошел, все сели, заехали в пятерочку, шмитерочку, ашан, фишан, купили продуктов, отправились домой, поставил машину, все, утром сел, завел, 92-м машину заправляется. Вот, очень круто, с точки зрения экономии, вот я езжу на своей машине, 98-м королеву, 10 рублей с литра экономия. В общем-то, все остальное, чем он нафарширован, какие у меня есть фишки, вы можете представить сами на официальном сайте, и для этого мы здесь собрались, давайте отправимся, покатаемся на автомобиле, посмотрим, как он себя ведет на дороге. Первое, что прям бросается в глаза в этом автомобиле, это, конечно, большие зеркала боковые. Я сел в машину, обзорность потрясающая, особенно, когда машина чистая, едешь, все видно. Мы сейчас с вами выезжаем в город, ну, как в город, мы сейчас, пока что находимся в маленькой деревушечке. Вот, многие люди отмечают, что подвеска на этом автомобиле немного жестковатая. Вот, Антон про это говорил, люди пишут в комментариях, у некоторых владельцев говорят, да, жестковато. Вот, жестковато она реально может быть только в тех моментах, когда, первое, вы наезжаете на пластиковый, искусственный, лежачий полицейский, он сам по себе сделан по такому принципу, что на чем бы ты ни ехал, он всегда будет жестко отдавать тебе в подвеску. Если быстро проехать, то вообще прям удар будет и будет дискомфортно. Если ездить, вот, например, по городу мы едем, да, вот сейчас снег тает, образуются различные выбоины. Вот на некоторые можно налетать, которые прям сильно застыли, будет примерно похожий эффект, как вот с этим лежачим полицейским. Сейчас же все мягкое, все тает, я еду на машине, сильных ударов каких-то не слышно, когда тут куда-то въезжаешь в какую-то яму, она реально сглатывает, такой, ну, появляется такой глухой звук, то есть отрабатывают идеально. Вот, смотрите, вот, покажи дорогу, мы сейчас едем 55 километров в час, обороты при этом идут примерно 1000, ну, 1200. Вот вы послушайте, да, еще громко, двигатель, слышно, как работает, он ровно работает, сейчас уже 60. Но стоит нажать педаль в пол, вот нам, допустим, нужно разогнаться, он орет сразу же, и орет очень громко. С 60 до 100 подхват есть. Многие отмечают, что коробка здесь и вообще двигатель такой вяленький, что Honda плохо разгоняется. Значит, что могу сказать, если разгоняться с 0 до 100, с учетом того, что здесь стоит вариатор, да, возможно, вы не почувствуете какого-то там, значит, такого вау-эффекта, что разгон идет. Опять же, разгон 10,2 заявленный. Какой там вау-эффект вообще может быть? Я заметил, что когда ты едешь по трассе, примерно 120, ты едешь вот на этом двигателе и с этой коробкой, нажимаешь пол, она тянет даже лучше, чем 0,40. То есть реально до обгон выйти можно. Орет дико. Крейсерская скорость для автомобиля, ну, примерно 140-160, что ты едешь, передвигаешься комфортно. Свыше 160, если разогнаться, надо держать обязательно двумя руками руль. Вал автомобиля, он действительно может крениться, но настроен на подвеску, в принципе, на комфортную езду. Поэтому одной рукой на 180 будет страшно. Автомобиль может разогнаться до скорости 190 км в час. Когда я ехал с Москвы, парочку хунт меня обгоняли, только предыдущих. Я ехал примерно 140-130, они обгоняли 150-160. О чем это говорит? Что немаловажно, кто сидит за рулем. Есть люди, которые 120 едут, и им уже страшно. Едем со скоростью 50 км. Газпол. Задержка секундная. И вот начинает буквально через секунду 2 набирать. 100. Понятное дело, друзья, что требовать от этого автомобиля каких-то потрясающих динамических характеристик не стоит. Если бы здесь был более мощный двигатель, но он бы ел больше топлива, был бы больше транспортный налог, уже были бы опять вопросы, блин, нафига они это сделали, автомобиль идет больше семейный, и нафига такие двигатели нужны. Если перевести коробку в режим S, сразу поднимаются обороты, ниже падает передача, газку. Ну, мы сейчас в горочке. Вот разница, знаешь, по разгону я особо не чувствую. Да и по работе, там говорят, имитируют автомат. Вот просто сейчас 7000, он орет, и мы разгоняемся. В правом зеркале установлена камера. Если вы включаете поворотник направо, она автоматом включается. Также вы можете ее включить принудительно, просто едете прямо. Вот всем, кому про это рассказывают, задаются одним вопросом. И я также задавался, почему она только в правом зеркале? Надо было и в левое ставить. По сути, объясняю. Правая часть, она действительно менее просматриваемая, чем левая. Вот покажи меня. Вот я сижу в автомобиле, я, например, налево поворачиваю, я вот чуть голову повернул, уже я краем глаза уже все вижу. А на право, когда смотришь, то есть нужно, видишь, маневр делать такой, смотреть. Когда ты включаешь поворотник, то есть ты глаза просто опускаешь вниз, и вот всю ту часть ты просматриваешь. Это реально прочувствовать нужно, покатавшись на автомобиле. Друзья, вот такой у нас получился первый видеоролик. Почему первый? Я не буду сейчас делать выводы по автомобилю. Давайте-ка для объективности вы выскажите ваше мнение. Возможно, кто-то владел автомобилем, кому-то есть про него что сказать. Я прочитаю все ваши комментарии, мы их обсудим. После чего, раз уж автомобиль у меня на целый месяц, я сниму еще ролик, мы покатаемся, я поснимаю, как он едет на трассе. Мы проедемся по моим друзьям, посравниваем автомобиль с конкурентами. В общем, сделаем еще более детальный обзорчик на него, чтобы всем нам было интересно и полезно. На этом у меня пока что все. Всех вас жду в комментариях.